Леонид Евгеньевич Гузев Леонид Евгеньевич Гузев Тренер-братарей Андрей Александрович Коваленко Начальник команды Виктор Юрьевич Погодин АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я не знаю, как вы, наверное, чувствуете, я волнуюсь. Не каждый день происходят такие события. Сейчас будут названы имена. Ваши-ваши аплодисменты, дорогие друзья. Мне сказали, что Александр ночный спал, готовил речь к выступлению перед болельщиками. Вам сказали, что вы выступаете, да? Он сказал, что он выступает на поле. Ну ладно, дорогие друзья, я шучу, я вас предупреждал, поэтому не судите меня строго. Мы продолжаем. ВИЦЕ-капитан Роман Локтионов Вратари Максим Кабанов В команде еще два вратаря Виталий Челюшкин и Иннокентий Кулисов. Они сейчас проходят реабилитацию. Ну и те, кто не проходят, пожалуйста, понимайтесь. Сейчас, 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 найдем. Это мы сейчас называем тех, кто... Калешин! Тарас Петровский, Руслан Камболов. Они тоже проходят сейчас тресезонную реабилитацию. Полузащитники Алексей Коломейченко Аслан Машуков Алан Чучиев Автор того победного гола Ворота ЦСКА Помните, да? Приветствуем! Это теперь на века. Владимир Романенко АПЛОДИСМЕНТЫ Среди полузащитников тоже хорошо вам известно имя. Роман Тузовский. Он находится на пресезонной реабилитации. Нападающий Александр Дегтярев АПЛОДИСМЕНТЫ Этого этапа выйдет... АПЛОДИСМЕНТЫ ГРОДИСМЕНТЫ ГРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОТОРОДИСМЕНТЫ КОТОРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжаем. Сергей Терехов. Сергей Терехов. 22 года. Полузащитник. Перешел в алгарь из столичного Динамо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Защитник. 22 года. Успешно выступал за клубы 1-го дивизиона. В сезон 2010 провел в крыльях Советов. Также защищал цвета национальной сборной своей страны Таджикистана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Павел Сафронов. 24 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Нападающий. Ранее играл в клубах 2-го дивизиона. В 2010 году стал лучшим бомбардиром зоны Юг. Павел Сафронов. И еще один игрок. Станислав Намашко. 26-летний вратарь сборной Молдавии. Начинавший карьеру в сильнейшем клубе своей страны Шерифе. Болгарь пришел из команды Кубань. Приветствуем вас. Станислав Намашко. Даниил Гриднев. Это опытный полузащитник. 27 лет. Воздух в списке которого немецкий Штукгард. Воронежский факел. Махачкалинский Анжи. Самарский крылья Советов. Спартак из Нальчика. Ярославский шинник. Даниил Гриднев. Александр Алхазов. 28 лет. Нападающий. Забивавший за КамАЗ крылья Советов. Луч, энергию и шинник. Мы надеемся, что голами он будет радовать и астраханских болельщиков. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые болельщики. Спасибо, я вас благодарю, что вы сегодня пришли на эту встречу. И хочу извиниться перед теми болельщиками, которые не смогли попасть на эту встречу. Ну, по определенной обстоятельности. Понятно, предпраздничный день. Время достаточно неудачное. Но здесь, я хочу сказать, есть на это объективные причины. Команда уезжает на игру, надо готовиться. И действительно, окна больше другого не было, как именно сегодня собраться и встретиться с болельщиками. Наверное, вы помните, по-моему, два года назад мы собирались в этом зале. И тогда некого яблока упасть, как говорится. Было очень много желающих посетить и встретиться с командой. Когда мы очень много серьезно разговаривали, ну и, наверное, это как лакомская бумажка, что сегодня есть пустые кресла и не все даже пожелали прийти на эту встречу. Да, действительно, у команды сегодня есть проблемы. И тому показатели, кроме этой таблицы. Но мы не занимались бы футболом, да, если бы не было у нас желания побеждать, если бы не было желания создавать здесь команду серьезную, на перспективную команду. И не было бы у нас сегодня с нами нашего главного тренера Юрия Форзоновича Газаева. И не было бы единомышленников, если бы у нас не было такого желания. У нас есть такое желание, есть такие возможности. И я очень рад, что Юрий Форзонович сегодня с нами. Я очень рад, что те футболисты, которые играли с нами и которые вновь прибыли, они тоже с нами. Не буду много отрывать времени, потому что у вас есть вопросы. Пожалуйста, задавайте ко всем и к Юрию Форзоновичу, и к новым игрокам. Я единственное хочу пожелать нашей команде авторитет, он зарабатывается на поле. Любой болельщик, он зарабатывается на поле. Желание инвесторов вкладывать в команду тоже зарабатывается на поле. Я вам желаю самоотдачи, я вам желаю честности и действительно мужской игры. Мужской игры в футбол. Или можно мне сесть? А то я загораживаю сзади сидящих. Спасибо. Ну, ведущий сказал пожелания женщинам, я тоже хочу присоединиться и поздравить с наступающим праздником. И чтобы внимание мужчин вы не только в этот праздник чувствовали, а на протяжении, в общем-то, жизни своей. То, что касается команды, я могу сказать, что она для меня и нова, и участвую в этом турнире, и большинство футболистов знал. Те ребята, которые были представлены, вы сами слышали, что это достаточно молодые футболисты, уже за плечами, у которых есть какой-то опыт выступления, но есть и высокий потенциал, в чем я не сомневаюсь, для роста. И что самое приятное, это то, что старожилы, так сказать, они приняли их, и это действительно через все сборы, в общем-то, они работали как одно целое, работали как одна команда, и взаимоотношения внутри коллектива, они не могут не радовать. Не меня как главного тренера, и персонал тоже в этом футболисты это отмечают, поэтому это приятно. Это приятно, и, конечно, то, что мы по сборам, вот мне пресс-атташе говорит, и другие издания говорят, что один матч всего проиграли. И, конечно, хочется побеждать и через контрольные игры, и, наверное, какой-то дух победителя через эти игры, в общем-то, приходит. Но, тем не менее, ими обращаться не стоит, потому что это иная психологическая нагрузка, это иная мотивация, поэтому в этом плане, я думаю, что мы тоже с футболистами говорим, мы их готовы. Я думаю, они это прекрасно понимают, сегодняшний день какой у команды, и сегодняшняя задача, если кто-то скажет, что в начале сезона, я это слышал, команда ставила перед собой целью быть в восьмерке, то на сегодняшний день вообще я считаю, что, ну, восьмерки, ну, девятые, там, десятые, двенадцатые. Основная задача – это сохраниться убедительно, и самая большая задача среди задач – это вот то, что мы сегодня имеем, я считаю, что это костяк команды, которая должна на годы здесь остановиться и должна расти на ваших глазах, и среди этих футболистов должны появиться не только вы должны ходить на команду, а также должны появиться и какие-то любимцы, на которых команда ходит, потому что в прежние годы команды не очень менялись, не очень менялись, и люди знали, извините, по фигуре каждого футболиста, по манере игры, а сегодня такая огромная миграция, что болельщики и отток не только по результату, а отток от того, что не успеют лицо, и даже по фамилии узнать футболиста его уже нет, и я считаю, что во многом это надо остановить. Все, что касается сбора, то я уже говорил, что команда отработала, но я не устаю им говорить, что я благодарен им за то, что они приняли тренера, я благодарен за то, что они профессионально очень относились к своим обязанностям, и другую вещь я, безусловно, могу отметить, это, в общем-то, стремление расти и понимание той цели, которой мы вот сегодня, считаю, объединились. Я рад, что вижу здесь болельщиков, честно говоря, я спускался вниз и говорил, что, по-моему, у нас ничья по составу будет. Все-таки сегодня болельщиков больше, чем, в общем-то, наш состав, и это уже, в общем-то, большое дело. Но в любом случае, правильно сказал Сергей Юрьевич, что болельщик завоевывается на поле, безусловно, что отношение к себе и руководителей, и болельщиков, оно завоевывается, безусловно, на поле своим отношением, и болельщик примет любую игру, потому что есть три варианта результата, если это игра честная в плане отношения к делу и перед болельщиками. Поэтому одна из самых главных задач, это чтобы команда никогда не выходила и не играла так, как нельзя играть, то есть она не должна заслуживать упрёвка, она должна играть сердцем, она играть душой и оставлять себя на поле. Вот это, безусловно, через это ведёт успех. Я не сомневаюсь, что мы здесь создадим команду, и планы вообще не распространяются только на первую команду, потому что это не футбол, это всего лишь, в общем-то, видимая часть футбола, главная команда. Безусловно, она требует внимания к себе, она должна давать результат, но нам очень хочется, и я могу отметить, что благодарен за то, что нашёл время губернатор, и мы встречались с губернатором, и губернатор выказал огромное желание для того, чтобы футбол в целом развивался в регионе, чтобы развивался детский футбол, чтобы развивался молодёжный футбол, чтобы мы выстроили целостную инфраструктуру, которой не было. И в этом плане я считаю, что это большое поле для творчества, для деятельности, для роста команды, и всё зависит от нас. А мы, в свою очередь, хотели бы в следующей встрече, конечно, заполнить зал, и хотелось бы, чтобы стояли. Но опять же, это зависит от нас, и мы хотели бы при этом нести перед вами отчётность. То есть отчётность, я считаю, это как минимум три раза в год, это должна быть плановая отчётность перед вами, мы должны остановиться и говорить, как мы отработали, как мы жили, какие у нас планы. И даже учитывая то, что всё-таки знаешь дивизион и знаешь свою команду, мы будем даже говорить, на что мы можем претендовать. И после этого, в середине сезона, в конце сезона, вы должны, в общем-то, с нас спросить, может быть, благодарить, может быть, выражать собственную, в общем-то, какую-то критику. Мы считаем, что если болельщик любит команду, он вправе, в общем-то, на собственное мнение, такое, какое оно идёт. И потом, только в похвалах не рождается результат, поэтому мы готовы к любым замечаниям с вашей стороны. Если вам что-то непонятно, мы готовы на любые ваши вопросы отвечать. Я считаю, не бывает удобных или неудобных вопросов. Вот сегодняшний старт нашей встречи, вашей старой, новой команды, я считаю, что надо так и положить. Мы готовы отвечать на любые вопросы, интересующие вас. Мы готовы говорить о сегодняшнем дне, о планах наших. Поэтому спасибо вам, что вы пришли. Спасибо огромное. Ну раз. Хотел сказать, что мы очень хорошо бы работали на плодотворном на сборах. В команде, это все не дадут мне соврать, потому что очень хороший микроклимат. Есть свои лидеры. В команде появился, ну я так считаю, свой почерк, наконец-то, игровой. И я думаю, что оставшиеся часть чемпионата, вы обязаны и я уверен, что мы проверим его достойно. Мы даем, чтобы дать возможность вам высказаться, а главное задать один вопрос. Практика показывает, что если два вопроса, три вопроса. Ну, ага. Это очень хорошие друзья команды, которые не пропускают ни один матч. Давайте поприветствуем, по крайней мере, тем, кто начинает. Всегда непросто. Ребята, вы можете даже сидя. Я думаю, можно стоить? Пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Александр, мне 22 года. Я действительно, я надеюсь, друг команды, потому что я все стараюсь для этого делать. Во-первых, всех женщин с праздником, все вам самое лучшее. А благодарю, хочу пожелать, всей нашей команде, ребята, я знаю, всегда бывает радости и разочарования. Но я вам желаю успеха. Несмотря ни на что, только вперед, только так можно добиться цели. Я в это свято верю. Всем удачи, спасибо за внимание. Мы, меня зовут Евгений, мы в любом случае вас поддержим. Несмотря на то, какой будет результат, конечно, хочется больше побед. Но я могу сказать за нас двоих, что мы в любом случае пройдем. И поддержим команду в любой ситуации. Спасибо. Я думаю, что не только привезем, мы привезем с собой большое количество единомышленников. Идем дальше. Или все закончено? Нет же. Может быть, это не скромно, но болельщики мы состажем. То есть, я хочу спросить. Вот игроки названы, все по фамилиям известные, ребята перспективные. Сборные молодежи, с Туркестана и так далее. Даже, когда называли, даже озлок по темам пошел. Но я хочу спросить. Может это не скромно? Игроков, трансферы выкупали или все как-то свободными были? Вот единственный вопрос. Если это не секрет, пожалуйста, ответить. Можешь не отвечать? Никакой это не секрет. На самом деле, у нас положение не такое, чтобы мы могли покупать за какие-то серьезные деньги Халка и Бицеля. На сегодняшний день проделана очень большая работа селекционной службой. Вот Олег Юрьевич Флегонтов здесь присутствует, спортивный директор нашего клуба. Я могу сказать, что мы серьезные средства сэкономили для нашего клуба. Очень серьезные. Практически все ребята пришли без трансфер. У меня, значит, я сам из Сталинграда. И вот когда трактор в 46-м году играл, я всех футболистов знаю. Никанорова, Боброва, Федотова, Демина, Гринина, Кочеткова, Савдунина, Бескова, Трофимова. Всех их видел. Ну, это большое счастье. Это было. А теперь, что касается Волгарин. Конечно, больно в душе. И тяжело мы переживаем болельщики. Вот то, что в прошлом году случилось. Но настоящие болельщики, они преданы. Они должны ходить всегда на команду. Всегда на футбол. Не важно, как она играет. И охуливать, свистеть, и что-то говорить про команду. Это не годится настоящим болельщикам. Он должен переживать вместе с командой. Он должен радоваться ее победам. Он должен вместе с ней же так же и, значит, может быть, сочувствовать. У нас тоже, вот приятно, что у нас в тренеру тренера является Коваленко. Это наш. Наш футболист. Хотя и жизнь его трепала, значит, и все. Но он остался предан этой команде. У меня вопрос к главному тренеру. Мы знаем про вас, как вы опытный, серьезный. И как вы тренировали такую... Я особенно вас заметил, когда вы работали в команде. Большое вам спасибо, что вы эту команду действительно в тот момент вытащили, тащили. И у меня такой вопрос. Вы прекрасно, нам прекрасно сегодня представили этих ребят. Я верю, что, конечно, они команду поддерживают. Как вы думаете в перспективе, вот негативно в нашей команде, я считаю, бывшие наши главные тренеры, как нам помочь растить нашу молодежь, нашу астраханскую, и чтобы она, значит, была в нашей команде. Далеко не надо ходить. Вот наш футболист сейчас играет, значит, за «Спартак», который Кротков. Кротов, то есть, да. Значит, мы как-то упустили это. А если вы... Я ничего против ребят не имею. Я вижу их, я знаю их, я по фамилии знаю, как они играли в команде. Я верю, что они помогут нашей команде. А хотелось бы, чтобы как-то внедрялась и наша. Я не говорю, что все, один, два человека, чтобы они потихонечку тоже подтягивались. Спасибо большое. А ребятам и команде я желаю удачи. Не огорчайтесь. Может быть, сначала не будет у вас где-то что-то получаться. Может быть, где-то у нас с трибуны кто-то будет свистеть. Не огорчайтесь. Это нормальное явление. Тяжело входить в первый раз. Потом все будет нормально. Болельщики здесь нормальные, хорошие, патриотичные. И они знают свою команду хорошо. И уходят и переживают за команду. Спасибо вам. Спасибо. Очень приятно слышать. И вы знаете, я тоже все время куда не приходишь. И также считаю, что, безусловно, нужно собственную команду поддерживать. И лучшие образцы братья. Ну и то, что я сказал, команда не должна меняться. И акценты. Вы знаете, вы сказали о КамАЗе. Это клуб, который, конечно, большую часть твоей тренерской судьбы. И команда была во второй лиге. И она была, в общем-то, там на 12-х местах. И потом вместе с ней шагать и быть наверху. И вы знаете, при первой встрече с болельщиками мне задали вопрос, почему не играют местные футболисты. Я сказал, я не знаю сейчас на этот вопрос ответа. Потому что, ну, надо познакомиться со всем. Единственное, я что сказал, я говорю, пять лет я буду вам этот вопрос задавать. И вы мне будете объяснять, как вы это видите. А через пять лет вы можете меня смело спросить, почему не играют местные футболисты. Естественно, акценты. И приехав сюда на один день между сборами, я помимо того, что принял губернатор, я уже сказал, и встреча очень обнадеживающая была. Мы зашли и во вторую команду, которая является ступенью в эту команду, где собраны свои футболисты. Часть футболистов ездила с нами на сборы. Мы переговорили со всеми руководителями той команды. Я сказал, что, безусловно, мы должны работать в едином тренировочном цикле. То есть, похоже, должно быть занятие, подходы должны быть похожи, требования похожи. Школа там же рядом находится. Я зашел в школу, не был полный тренерский состав. Но те люди, которые были, сказали, что мы максимально будем уделять внимание. Это вопрос даже не финансовый, это вопрос и методический. И я готов, в общем-то, приходить туда и делиться с ними своим опытом и знаниями. Поэтому в этом плане я и уверен, и вы совершенно правильно говорите, что везде дети есть талантливые. Да, и в любой отрасли, и в футболе в том числе. И, знаете, я сразу сделал ревизию, вот вы сказали, Коваленко. Он тоже какое-то время у меня побыл в КамАЗе. И я сделал ревизию вглубь состава и истории КамАЗа. И, как оказалось, за 25-летнюю историю до меня играло всего 4 местных воспитанников. И терзать меня было этим вопросом совсем неправильно до тот периода. И при этом я скажу, что просто футболисты, которые на слуху после этого появились, Калимуллин стал играть при мне, он играл в премьер-лиге, в Нальчике был лучшим бомбардиром. Игнатьев пошел в Самару. Козлов сегодня в Краснодаре один из ведущих футболистов. Играли девицких, грецких. Играл Бухаров, Саша, которых нет, а другом местных. То есть огромное количество ребят играли, которые и местные. И вот Коронов сегодня в Нальчике один из лучших бомбардиров. И, безусловно, и здесь будут появляться свои футболисты, и мы будем максимально внимания им уделять. Поэтому на сегодняшний вопрос, вопрос когда, я не знаю. Вопрос в каком состоянии школа, я не знаю. Вопрос, допустим, как играет и насколько талантлива молодежь во второй команде. Мне тоже сложно сказать, но поверьте, для меня футбол не ограничивается только подачей тренировки той команды, которую мы сегодня собрали. И говоря со своими футболистами, а вот сегодня все мои футболисты, которые долго здесь и недолго, я им говорю, что вы должны строить здесь собственный дом. Вы каждый день приходите в эту команду, вы бываете дольше внутри команды практически круглый год, и мы должны выстроить такие отношения, чтобы нам было комфортно приходить, чтобы нам было хорошо работать. И вот сегодня на телевидении в Актеонов Рома сказал такую вещь, что сборы прошли весело. Ну, знаете, можно подумать, что Турция, курорты прошли весело сборы, да? Но они прошли весело по духу. И я радовался тому отношению к работе и тому взаимоотношению вне работы, то есть тому микроклимату, который есть внутри команды. И если такой посыл делает футболист, это, наверное, тоже о многом говорит. И безусловно, безусловно, я считаю, что вот наша связь с болельщиками, она должна быть, в общем-то, близкой, вот такой, какой сегодня, и мы должны достаточно открыты быть, и всё, что у нас есть, болит, вы должны знать. Всё, что, допустим, у нас хорошо, то есть посыл должен быть отсюда правильный, информационное поле должно быть выше. Поэтому я тоже, и они прекрасно понимают, что местные футболисты должны быть. И акценты, безусловно, должны быть смещены в пользу качества. Потому что у нас, вот сказал президент, нету возможности приобретать Халков, нету возможности лицеля, мы должны быть организованы, мы должны. И вот Саша Антипенко не зря сказал, что людям должно быть понятно, что с них требуют, и как они вместе должны играть в футбол. Мы должны уметь растить и брать талантливых российских футболистов, но, безусловно, часть футболистов, она должна разрастаться вместе. Но вы прекрасно понимаете, что посадив зерно, его нужно, в общем-то, время для того, чтобы взрасти. И результат, это дает стабильную удачу и удовлетворение, дай Бог, нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вас зовут? Просто можно мелочить. У этих футболистов, я вот за вашими сборами смотрел, один из футболистов, астраханец наш, зублеров, он был на всех сборах, но почему-то, я, может, пропустил его, нет его здесь, полузащитничек наш. А, ответьте, пожалуйста. Хорошо, я отвечу. Действительно, вы знаете, у нас заявочный список, он ограничился вот этой заявкой. И мы взяли футболистов более расширенно, чем вот то, что сегодня имеем. И готовность, я бы с удовольствием, вот мы, считаю, усилили вторую команду, усилили, планировали усилить там четырьмя-пятью футболистами. И туда пошли. Вот сегодня там есть Жапкин. Сегодня в той команде есть, ну, надеюсь, будет, Буки этот вопрос решаться. Надеюсь, там есть Мильзихов, да. Жапкин, вот я разговаривал с тренером сборной, воспитанный к Динамо Москвы. И они очень с сожалением говорили о том, что потеряли перспективного футболиста. И Щербаков мне звонил, он говорит, что в марте, в апреле, как вы отнесетесь, безусловно, из-за того, чтобы наши футболисты играли в сборную. То, что касается местных, я взял, и еще там пару человек, но какая-то болячка у кого-то была, и потом ограничено. Мы посчитали, вот эту группу молодых футболистов должны полный цикл подготовки пройти, чтобы вторая команда играла достойно. Понимаете, если делать сегодняшним днем результат, завтра ты окажешься опять перед выбором. Возможности я буду ходить и на вторую команду, насколько меня хватит, в общем-то, и насколько, в общем-то, наши графики будут позволять, мы будем участвовать там. Мы не оставим его, и чтобы не предоставить возможность, в общем-то, себя проявить. Спасибо. Ну, я понимаю, что я, может быть, несколько неожиданная, как-то вот так же. Или просто вот... А, ребенок, да? А как ребенка зовут? Владислав. Мы занимаемся в Болгарии 2003. Я тоже как-то. Пришли. Да, удачи вам. Не тренируется или там тренируется в соблегченной программе, потому что все-таки профессиональный спорт, он достаточно... Я просто преклоняюсь перед вами, я не занимался спортом профессионально, но я знаю, что такое футбол со здоровьем. Это вот есть опасения или все-таки нет? Абсолютно никаких опасений на вас. Посмотреть на нашу команду. Вопросы на тебя. Да, можно? Да, Владимир Николаевич, да? Я был присутствовал. Желаю, поздравляю, так же побеждать, как мы. Ну, ставь, 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 ставь. Ну, смелее, ставь, ставь. Спортсмен, ну, вперед. Большую вам победу на победу, на победу, на победу, на всяких чемпионатах. Спасибо. На чемпионате мира. У меня вопрос к тренеру. Вот последние две игры, ну, я смотрел с Гобелем, правда, там Гобель показывал, не наше телевидение, а Гобельское, ну, плохо вообще. И по прессе с командой из второй линии играли. Игры Волгаря были от обороны. Вы наиграли игру, специально готовились к Уралу, или все-таки тактика будет зависеть от того, с кем мы играем, дома мы играем или на выезде играем. И еще вопрос по Латышу. Я вам скажу, вот любой тренер, да, вот когда говорят, команда играет от обороны, да, если вот сейчас сборную саду, и в этом плане ничего нельзя делать. Хотя галтело бежать вперед, это значит получать многое назад. Поэтому и дом строится с фунда, перейти из обороны в атаку, это значит получить неорганизованного соперника, иметь зоны. Для того, чтобы с нами играть от обороны, мы должны уметь позиционно атаковать и находить скорость, основанную на контроле. А я вот думаю, что их игра просто гармонична и состоит из ведущих, выдающих, как бы отвечая на вопрос. И если у Барселоны тоже есть возможность в силу своего выдающегося мастерства контролировать и искать скорость. И последняя фаза атаки всегда бывает очень много, уделяем внимание обороне. Мы, вторая фаза, это быстрый переход в атаку. Мы занимаемся позиционно. Конечно, в рамке сбора уложить это все, но непросто. И сроки маленькие. И в этом плане я считаю, что мы движемся в правильном направлении. В правильном направлении, и о чем, в общем-то, подтверждают футболисты. А потому что команда вся обороняется, и вся команда атакует. И я, как тренер, хотел бы, чтобы мы при позиционной, ты отобрал сразу, припотели мяч, до ворот соперника. Но она короче, она короче. Поэтому момент есть, что команда играет с тем же Гомелем, мы третьим и четвертым. Большая нагрузка, и через три дня, и даже если брать просто по науке, в восстановлении идет 72 декабря, прямо накануне перед тем же Гомелем. Потому что люди получают определенные задания, и цель не доложили, и быть уверенным, что функции команды будут хорошие, для того, чтобы вступить в сезон. Сегодня, в общем-то, у нас, мы приехали за неделю до чемпионата, мы должны акклиматизироваться здесь и переехать в Урал. Поэтому, вот, футболисты, сегодня половина состава, это новые для вас люди. И, может быть, услышать их встречи с президентом и главным тренером. Но мне у вас понравилось, я говорю, это хороший плацдарм для того же, что рост футболистов, рост команды, в общем-то, может быть медленнее, чем рост футболистов. Футболисты со второй лиги иногда прыгают и в премьер-лигу, и, в общем-то, и могут перейти вне зависимости от перехода команды. Поэтому и здесь все футболисты прекрасно должны понимать. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Вопрос. Хотел бы сначала поприветствовать всех ребят, которые появились у нас в клубе. Также хотел бы выразить огромную благодарность нашему тренеру и господину Флегентову за ту селекцию, которую провели. Я считаю, она из лучших за последние годы. С перспективой. И думаю, что ребята на самом деле отсядутся здесь и покажут свой потенциал. Вот, вопрос такой. У меня на самом деле несколько вопросов достаточно. Один из вопросов по поводу клубка. Бывший тренер Дешев, он достаточно холодно относился к нему. Хотя мы здесь не раз приветствовали команды, такие как Локовская, Динамо, Рубины. Мы взяли ничтем, в принципе. Но Дешев как-то к этому колу все относился. Хотя для многих болельщиков, возможно, единственный шанс увидеть команду, например, в лигах. И всегда набивался стадионом битком. То есть, в принципе, почему Дешев?